Я, кто не знает, я сам из Сибири, я из Томска, поэтому мне приятно. Это первый случай в жизни, когда Таймин чеславил оплодисментов. Спасибо вам, очень приятно здесь быть. Просто я считаю, что в Сибири живут... Спасибо. Я, если хотите, сибирский националист, знаете, я считаю, что в Сибири живут самые лучшие люди. В этой моменте. Самые лучшие. Самые лучшие. Суровый край, суровые люди, реально. Мы сюда летели, рядом со мной летел мужик в пуховике. То есть, вы, наверное, так, будто он не знал точно, где его ходить. О, бляс, ты как, вот здесь, можно ли? Проблема была в том, что это не была, знаете, верхняя одежда, висели кашемировый пальто, в котором импозатный мужчина летит в Лондон. Нет, там был такой пуховик, в котором летят в Ханты-Мансийске, выхачиваете в нефти с земли, потому что пахло нефтью и землей. Он мне доставлял невероятный уровень дискомфорта, но вот реально. Я ему говорю, извините, вы не могли бы снять верхнюю одежду? Он ему повернул голову, чтобы, не понятно, там была такая харя, что вот он повернул голову, и у него просто лицо переехал сюда. Он говорит, у меня там ценные вещи. Ну хрена себе, какие, у тебя в пуховике ты, какая это там ценная вещь? Даже если у тебя собрать всю нефть, которая у тебя есть, максимум баррель, сейчас 8 рублей, и то падает. Сурогой край Сибири, реально. Это я просто подумал, что, я сейчас недавно прочитал новость, у нас на семье Литонской области уже какое-то катастрофическое нападение, случаях нападения медведей на людей. Я подумал, вот 21 век, да, у тебя гаджеты от Apple, а тебя можно будет сожрать медведя. И нет же никакого способа защититься. Единственный способ, который я знаю, это то, что если она нападает медведь, тебе нужно притвориться мертвым. Что-то мне подсказывает, что если на меня пойдет медведь, я сдохну натурально. Не могу не притворяться. Просто последний случай из экстремальных, который со мной произошел, я в Москве ехал в 11 ночи в метро в пустом вагоне, и на меня пристально смотрел кавказец. Вот, да, я притворился мертвым, да, потому что это было очень страшно. Одним из случаев нападения медведей на людей, чувак выжил, он отбился от медведя системным блоком. Ну, как в Сибири, как бы, возможно. Ну, как они встретились все вместе, только анекдот, минус. Встретились как-то медведь, томящий системный блок. Хуже медведей только клещи, вот это я вообще. Там притворяйся для мертвого, не притворяйся. Ну, не важно вообще, главное наличие тебя в целом, циклокронного. Суровый край, я же говорю. Я, как бы, извините за подробность, но я вот на 100% уверен, что в зале есть люди, которые срали в шубе. Я уверен. Полный вопрос, если я в первый этап, наверное, я. Ну, это не случайно, не случайно, не в смысле, ты ехал в такси, пьянечка, печечка пригрел, и ты там. Нет, собрался, наделся, взял, блядь, огонь, посмотрел, есть ли медведи. Нет, буду ждать до весны, ну, о чем там. Суровые места. Да, как у вас вообще здесь, нормально? У меня, знаете, проблема в том, что мою трехлетнюю дочь вот уже несколько месяцев воспитывает айпад. И он лучше, чем я, он красивее, чем я, он умнее, чем я. Он ее же очень многому научил. К примеру, она недавно сама себе вызвала такси. Я не знаю, когда она собралась, видимо, проще сидеть с таким низким IQ. Я говорю, реально, зашла в предложение Яндекс.Такси, что-то нажала, мне звонит таксист, говорит, я подъехал. Я говорю, клиент не готов. Не может пить. Он говорит, ничего страшного, подожду долго, я говорю, лет 16, я думаю, но зато поедем сразу на выпускной. Просто меня пугает, знаете, я человек прошлого поколения, как объясняется, я уже ничего себе не могу через Яндекс.Такси вызвать, через айпад, нет. Для меня это вообще, если что-то нужно скинуть через iTunes, я теряю сознание, знаете. Я человек прошлого, мне вот правой кнопкой мыши, там, на флешку скинуть, там, провода тюльпан-тюльпан, мама-папа, вот это мое. И странно, новые технологии уже прочно вошли в нашу жизнь, а старые предрассудки из нее не вышли. Я сейчас говорю про этих молодых мамочек, которые говорят, Игорь, я сказала, пока ребенка не покрестим, никаких фото в Инстаграм. Никакого Инстаграма пока не покрестим. Я не знаю, что это как-то связано. Просто я крещеный, в Библии ничего нет про Инстаграм. Не строчкой, я был на этой процедуре, ко мне такого, что вот ваш крестик и вот ваш аккаунт. Я уже зарегистрировал, осветил лайкнуть даже. А это все женщины, да, потому что тетки во все верят, вообще во все. У тебя дома может висеть подкова на счастье, раскидана солома, чтобы мягче было, жилось. Стоит какая-то кукла, которая охраняет ваш отчет, но при этом мы православные. Такие православные, которые говорят, ну, конечно, в церковь ходят, но на всякий случай, жопа, четырехлистиком прикрылка, знаете. Потому что Боженька вам все видит. И наш Боженький, Боженька Леса. Вы думаете, где видеть? С Инстаграма вообще все с ума сошли. Мне недавно жена передала эстафету, я пять лет назад. На ней я и она пять лет назад. Я тупее, эстафеты не видела в сюжете. Чтобы как-то разорвать этот порочный круг, я передал эстафету, я пять лет назад своей дочери, которой три. Я просто поражаю женщин, которые, знаете, которые зарегистрировали себя в Инстаграме, туда постят, просто наполняют мир чепухой своей, и которые заводят Инстаграм для своего ребенка. Знаете, и они там лайкают друг друга. У меня просто есть знакомая, фотографию которой в Инстаграме лайкнула ее 7-месячная дочь. Я думаю, она пошла специально для этого. Как можно доверить ребенку выкладывать какие-то фотки в Инстаграм вообще? Это же ужасно. Ну, представьте, ты будешь лежать на диване, похочешь ссорить яйца, а ребенок сфотает, выложит, напишет, папа расчесал манту. А ну, а тебе надо вообще? Я просто против того, чтобы у детей воспитывала техника, потому что нужно постоянно следить за тем, какую информацию ребенок получает, иначе он может тебя очень сильно удивить. Мы недавно по семье гуляли по Москве, проходили мимо цирка Викулина, и дочь говорит, мам, пап, смотрите, сюркос. Сюркос. У старого этого были слегка, шах, ты балл, сюркос. Выяснилось, что ребенок уже давно смотрит каменный канал на английском языке, все мультики на английском языке, и там такой уровень английского, что смело можно бизнес-визу в Британии получить. Я даже смотрел свой мультфильм, я бы хотел спросить, я сейчас, что с трикоза сказал, да? Герульте, или я просто вообще не втупляю, в чем смысл? А я реально не втупляю, а я как бы не доверяю западным мультфильмам. Я больше за наши русские мультики, они такие тупенькие для детей, ну, добро, там все дела. А американские мультфильмы, они все-таки социально, знаете, социально правильные, там всегда такая социально ориентированная политика. К примеру, мультфильм «Как приручить дракона». Кто-то из вас смотрел его? «Как приручить дракона», да? Там в конце первой части главного героя отрывает ногу, он во второй части уже с протезом, типа инвалиды, это часть общества. Это, конечно, да, просто это все слишком тяжело для мультфильма. Знаете, в советском мультике не могло быть ежика без ноги. А если в советском мультике был ежик без ноги, то это потому, что он этой ногой поделился. С другим ежиком, которым у меня ног не было вообще. Во-моему, за гушаинство это все просто было. Кстати, по поводу мультфильма «Как приручить дракона» часть вторая. Мы на этот мультфиль ходили всей семьей. И в этом мультфильме есть сцена смерти отца главного героя. И мы ходили всей семьей, и на сцене смерти отца главного героя из нашей семьи плакал только я. Ни слезинки не упало с этого маленького каменного лица, так похожего на мое. Я был в шоке. Мы вышли после мультфильма, и он очень спрашивает доченька. «А тебе понравился мультик?» «Да». «Почему нет?» «Сего лишь жуль, отец». «Как ты думаешь, мультик заканчивается хорошо?» «Хорошо, конечно». «Что плохого в том, что папа умер, да?» «Дракончик же остался с мальчиком». «Отца не вернешь?» «Никто не расскажет тебе. Сказку на ночь не поцелуют. Лобик будет лежать в земле и будут есть червя. Короче, довел ребенка до слез. Это был первый случай единственной моей жизни, когда мой ребенок плакал, и я был счастлив, потому что я располагал справедливость. И что я могу сказать, это жестко и жестоко? Да, вполне возможно, но если она уже общается с техникой, то рано или поздно она будет выходить в интернет. А русский интернет – самый жестокий интернет на планете вообще. Там сидят все ее возрасты, и все комментируют. Всем не нравится ничего. Их невозможно ничем удивить. Под любым видео куча комментариев, и они негативны абсолютно. Я уверен, даже если будет повторное пришествие Христа, и вот кто-то снимет на видео, выложит в интернет, первый комментарий к нему будет. Боя! Еврей не удивил. Я не люблю интернет за то, что там можно предвариться другой личностью, быть не тем, кем ты являешься в жизни. К примеру, мне недавно в друзья постучался Стас Каравольдов. Думаю, надо добавить, нормально, говорю, чувак. Добавляю, она пишет, слышь, пейк, удали страницу. Я говорю, я не удалю, и более того, пожалуйста, восстановился к администратору. Он говорит, ты знаешь, кто это? Ты знаешь, какие у меня связи? Я говорю, я знаю, откуда у тебя никаких связей вообще. Жирной душ, все твои связи.